Ну что, всем огромный привет! И вчера мы с одним из своих подписчиков переписывались до часу ночи. Давайте я все-таки отвечу на некоторые вопросы. Просто раз это волнует его, значит волнует это и всех остальных. Смотрите, у нас, когда вы открываете сайт, если открываете раздел «Сданные дома», соответственно, у вас есть понимание, что дом сданный, значит там все супер, все идеально. Давайте я теперь немножко расшифрую, какие виды сдачи домов у нас бывают и что подразумевает с собой сдача дома. Давайте начнем по порядку. Первое, когда строятся дома, у нас есть дома, которые строятся по федеральному закону. 214 – это те стройки, в которых есть разрешение, есть, так скажем, все документы, которые начинают строиться. Соответственно, такие стройки, они, как правило, берут, строятся и потом они, соответственно, сдаются. Есть такое мнение, что принимает город и все. Ну нет, это все чушь, город ничего не принимает и это просто условно. Дом сдан – это тогда, когда у него есть документы. Вот такая терминология в городе Сочи. Да, к примеру, мы получили свидетельство на дом, да, все, он дом сдан. Соответственно, следующая сдача, это идет, это когда уже получится свидетельство на каждую квартиру. Это, соответственно, вторая сдача. Да, когда свидетельство получится на каждую квартиру, это уже проходит ипотека, тот, тот и все. Но при этом, например, может быть, не подключены коммуникации. Ну, давайте, к примеру, возьмем с вами, ну, жилой комплекс. Давайте возьмем, к примеру, мелодия леса 2, мелодия леса 3, там, мелодия леса 4. Давайте возьмем, к примеру, Барселону 6, да. Да, смотрите, дом сдан, документы все есть, да, адрес есть, да, и выписка с Росреестры есть. Но, например, вода еще не подключена, свет еще не подключен, канализация еще не функционирует. Но дом по документам, он полностью все сдан. Можешь заехать на ремонт и жить. К примеру, такой же вариант у нас Витанова, да. Дом по документам сдан, дом по документам готов, физически он стоит. Соответственно, но жить там еще невозможно, потому что там еще отсутствует коммуникация. Поэтому есть такое понятие, наверное, я все-таки скажу, чтобы у нас на сайте попробовали подправить. Есть у нас такое понятие, как введено в эксплуатацию. Введено в эксплуатацию, это значит уже все, так скажем, у него, ну, можно, значит, заехать и жить, да. Вот, такой тоже у нас термин есть. К примеру, можно заехать и жить, это, например, ну, немецкий квартал 4, да. Он вроде там еще что-то достраивается, там верхний этаж идет, но в нижних этажах уже люди заехали и живут, потому что все коммуникации подключены. Все, вот так вот примерно это выглядит. Дальше еще есть дома, которые, так скажем, сданы, введены в эксплуатацию и обжиты, да. К примеру, возьмем «Мелодия леса 1», где живут, да. Там уже дом полностью обжит, там осталось только 4 квартиры, которые, так скажем, еще не жилые, да. 2 квартиры, которые продаются. И все, ты приехал, как бы, и сделал ремонт один из самых последних и просто наслаждаешься жизнью, да. Таких домов у нас очень много, да. Как правило, эти дома немножко подороже стоят. Ну, возьмем, к примеру, урожайный, жилой комплекс урожайный. Он тоже дом сдан, дом обжитый, у дома есть уже предновая территория, у дома есть управляющая компания. Вот, примерно это выглядит вот так вот. Опять же, да, есть у нас дома в городе Сочи, которые, например, у нас уже полностью жилые, которые идут со всеми, там, скажем, коммуникациями, но у которых, например, не получено еще свидетельство на квартиру. Ну, к примеру, давайте возьмем дом у озера один. Люди живут, вода есть, электричество есть, канализация есть, но еще свидетельство на свою квартиру, да, выписка с Росреестра еще на квартиру нету. На дом есть документы, на квартиру нет, да, и, соответственно, еще доделывают мансардный этаж. Такое тоже может быть. Таких очень много у нас вариантов на Мамайке, таких вариантов у нас очень много в Адлере, где, в принципе, жить в доме можно, но по документам ничего нет. Поэтому ты не знаешь, что страшнее, жить без документов, но в готовом доме, либо все будет с документами хорошо, но отсутствуют какие-то либо коммуникации. Исходя из этого уже и строится у нас ценообразование, да, ценообразование именно по городу, по городу Сочи. Соответственно, чем больше готовность дома, тем дороже он обходится для клиента. Поэтому, когда вы выбираете галочку, да, так скажем, раздел «С данных дома», «С данных дома» подразумевается, что он у нас идет с документами. Подразумевается то, что у него все чисто, все доступно, вот, как бы так вот. А здесь уже, конечно, уже на ваше, так скажем, усмотрение, что делать. Еще раз, наверное, скажу, тоже многих интересует, там, как строился дом по федеральному закону 214 или не по федеральному закону. 14 тысяч у нас по федеральному закону 215. Когда строится, на это, в принципе, можно обращать внимание. И то, я бы не сказал, что на это делать акцент, потому что разница там в страховке, еще в чем-нибудь. Потому что я также видел, как у нас здесь у федеральных строек забирали у нас, скажем, разрешение, потом опять давали по-разному. И могу сказать, что еще не видел ни одного человека, которому бы заплатили страховку, если, не дай бог, что-нибудь пошло бы не так. Поэтому, когда дом готов, когда дом с документами, когда дом введен в эксплуатацию, в принципе, без разницы, как он строился, уже, как бы, закон обратной силы не имеет, и все равно у вас, ну, как вы можете жить спокойно в безопасности, да, примерно вот так вот. Ну, и опять же, нужно четко разделять теми, да, опять же, давайте повторюсь, дом сдан, да, дом введен в эксплуатацию, дом обжит, да. Потому что такие моменты всегда нужно уточнять. И то же самое, когда вы работаете с другими специалистами, да, с другими риэлторами, тоже такие моменты нужно уточнять. Ну, вот, например, давайте, вот Барселон, да, ну, он сдан документами, ипотека проходит, все. Ну, там нет перил, там нет плитки, там коммуникации все пока идут временной, да, уже полгода, но временной коммуникации. И, как бы, да, там жить можно, там, да, там можно, там, как-то, как-то жить, но не совсем комфортно, но все, жить можно. Сразу говорю, тоже, это, скорее всего, только у ЖП, нет, это Барселона, это дает квартирник, это у него идет статус квартиры, поэтому, как бы, тут без разницы, жилое помещение, где-то это статус либо квартиры, либо апартаменты, и только один и тот же, да, все будет зависеть от того, как, как вот застройщик себя повел в той или иной ситуации. Ну, вот, в принципе, так вот у нас и все, по большому счету. Поэтому, если есть вопросы, вы лучше лишний раз напишите, позвоните, не стесняйтесь. И, конечно же, тоже, когда у нас, мы, когда рекомендуем или не рекомендуем тот или иной объект, да, много факторов, да, когда, например, идет не рекомендация, да, например, те же самые, например, временная коммуникация, или, например, нехватка электричества, да. В принципе, я, как бы, всегда, когда на объект выезжаю, я помимо того, что слушаю застройщика, да, с большим удовольствием, да, так вот, как слоненок дамбы, так уши развесилось, слушаю. Ну, я еще и прислушиваюсь к соседям, да, кто-то с вами был на прокате, они, наверное, понимают. Я всегда подхожу, не стесняюсь, и спрашиваю, что, как, что происходит, что не происходит. Выдержали же сроки, там, в общем, всегда вот в таком духе, всегда общаюсь и получаю уже информацию уже от нескольких источников. Поэтому, чтобы все у вас проходило на отлично, и чтобы покупка радовала, конечно, обращайтесь к экспертам, обращайтесь к профессионалам. И еще раз повторюсь, если, например, многие как рассуждают, если объект проходит под ипотеку Сбербанка, значит, у него все идеально. Нет, у него не все идеально, у него может быть идеально все с документами. А, например, по факту, это дом, в котором жить будет невозможно. Поэтому еще раз повторюсь, нужно выбирать себе специалиста, нужно смотреть все четко и лишний раз лучше возьмите, позвоните. Либо напишите, чтобы вы могли получить хорошую, достоверную информацию. Ну, а с вами был Максим, компания «Элитный Сочи», и мы с вами потихонечку подъехали к работе. Сегодня мы долго ехали, минут 15, прям долго, да, 15 минут ехали. Ну, ничего страшного, бывает, почему-то у нас сегодня пробочки. Все, всем отличное настроение, пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!